Всем привет! Сегодня поговорим о программе для записи на флешке сразу нескольких операционных систем. Программа называется AYA BOOT. Ну вот давайте посмотрим как выглядит уже готовая флешка. Я вам просто покажу пример. Значит я ее тут недавно сделал. У меня на нее практически вставили все программы, которые я хотел видеть и иметь на своей флешке. Ну первое. Значит поисковичок операционных систем у меня один. Сборка Сергея Стрельца. Установочная сборка десятки. И значит моя сборка Linux Mint 18.2, которая программой Yumi никак не хотела ставиться. То есть официальные образы ценамона программа Yumi значит вставила, а сборки созданной программой SystemBug ни в какую. А здесь все, как говорится, нормально встала и все нормально работает. Значит, ну вот так вот выглядит вся эта программа. Исходный результат. Давайте теперь посмотрим, значит, как ее, значит, откуда можно, значит, скачать и как ее установить на флешку. И как флешку настроить. Значит, ну вот по порядку. Значит, возьмем компьютер. Вот флешка. Значит, 28 гигабайт и еще 13. Ну, практически половина флешки еще и свободная. Там можно еще на ней сделать папку и туда еще напихивать свои там файлы там и все, что угодно. Места вполне достаточно. И в то же время, значит, поисковик операционных систем. У нас, значит, сборка Linux Mint Sonomon 18.2, сделанная SystemBug. Установочный образ десятки на двух языках. Русский и английский с большим выбором. Там и на 32-битный, на 64-битный. Вот. И плюс, значит, сборка Сергея Стрельца ремонтная. Мне она очень нравится. Под мои нужды, которые у меня за все эти годы возникали с компьютером, у меня, как правило, всегда хватало вот такого, скажем, джентльменского набора. Ну, ладно. Давайте, значит, первонаперво посмотрим, где у нас может все это дело находиться. Что нам для этого необходимо скачать. Значит, ну, идем на сайт. На сайте, значит, сейчас посмотрим. Значит, на сайте имеется, вот, сайт называется I.O.Boot.com. Вот. Вот так. На сайте на двух языках. Значит, на турецком и на английском. Скорее всего, да на 100% автор, значит, из Турции. Значит, имеется вкладочка загрузки Download. Вот вы идете сюда и попадаете вот сюда. Если вы скачаете этот файлик, лично у меня он вообще не работает. Ну, зато вот, когда я пошел на GitHub, с GitHub я скачал, значит, архивированный файлик, архивированный программой 7.z. Вот он он, I.E.Boot. Значит, я его, значит, скачал. И вот, значит, затем я его, значит, просто-напросто архиватором 7.z, значит, разархивировал и скопировал к себе на флешку. Можно просто сам файлик 7.z скопировать на флешку, там его развернуть, а потом, как говорится, удалить. Без разницы. Значит, какие, значит, есть нюансы? Покажу сразу, чего нужно добиваться. Вот, посмотрите. Значит, у меня имеется вот этот красавчик вот здесь. Вот у него имеется, так сказать, его создатель. Причем, после последнего обновления, когда его запускаете, там на двух языках, на английском и на турецком. Он спрашивает обновиться. Обновляетесь и появляется у вас там целый список языков, среди которых есть русский. Так вот, добиваться нужно вот сразу бегите вот сюда и смотрите управление разделом. Вот если у вас стоит буковка А, активный, то, значит, все хорошо, прекрасная маркиза и образ будет грузиться и так далее. Ну, вот если ее нет, то здесь придется, как говорится, попотеть. Ну, таким вот образом. Значит, давайте проведем такой, скажем, жестокий эксперимент. Ну, вот у меня мультибут. Хорошая была флешечка. Ну, я, правда, ее слепочек сделал, так что программы ДД у себя на Минте. Поэтому без особого риска. Берем и форматируем ее. Вот формат. Готово. Была флешка полная, стала флешка чистая. Значит, теперь, значит, что нужно добиваться. Я еще раз говорил, вот именно про вот этот вот момент. Вот я сейчас флешку открою. А здесь открою у себя в новом окне. Значит, реаниматор. И вот здесь у меня, значит, вот этот скачанный файлик. Файлик. Вот этот не качайте. Я вам потом покажу. Иначе придется перезагружаться. Ни черта он работать не хочет. А вот файлик, который вы скачали. Значит, просто можно взять, скопировать. Перенести на флешку. Вставить его сюда. И на флешке, просто-напросто, при наличии архиватора 7z, извлечь просто здесь. Ни в папку, никуда. Просто вот здесь. Это замерзнет, значит... Да ради бога. Ну вот, пусть он, значит, все это дело разархивирует. А после посмотрим, что делать с диском. И какие тут могут встретиться сложности. Я пока прервусь. Ну вот, программа закончила распаковку. Ничего здесь не видим. Поднимаемся наверх. Снова заходим. И вот. Ага. Все-таки она вот таким образом решила распаковаться. Ну ладно. Как говорится. Все равно мы заставим ее делать то, что мы хотим. А не то, что она хочет. Значит, вот все это дело я отберу так. Вырезаю. И все-таки вставляю в корень флешки. Вот и все. Значит, вот эту красавицу, значит, просто-напросто беру и удаляю. Запускаем программу. А ее креатор, создатель. Вот. Видите, первый раз она вас спрашивает на, как говорится, турецком языке, не хотите ли обновиться. А вы? Потому что, если просто, вот, видите, ну здесь уже появились языки. Ну ладно. Так, обычно, на первых разах там появляется только два языка. Английский, турецкий и все. Ну, запустим еще раз. Нажмем ЕС. Вот она просит обновиться. Да. Все обновляется. Появляется, значит, окошко, где, значит, идет процесс обновления программы до самой последней версии. Ну, а мы немного подождем. Итак, программа закончила свое обновление. Выбираем, значит, язык русский. Вот. И смотрим. Значит, ну, в первую очередь меня, значит, интересует, вот, управление разделами. Видите, здесь-то у меня стоит, что раздел активный, и я могу на него спокойно все дело записывать. А вот другие чудеса бывают, а если у вас вот он не стоит, и тогда что вы на нее не записываете, не устанавливаете, ничего у вас не получится. А что делать? Делать надо вот таким вот образом. Значит, ну, можете поискать по сети. Есть программка, называется Paragon. Хороший, добротный, значит, менеджер управления дисками. В нем есть вот такая интересная особенность. Посмотрите сюда. Вот наша флешка на 28 гигабайт. Значит, серийный номер. Так. Раздел. Вот ID раздела. Посмотрите вот сюда. И вот здесь, значит, у вас ничего не будет стоять. Вы можете тогда это там указать там вручную. Самое разное. Или вот запомните, значит, вот это вот словечко. Вот. 0 умножить на 0С, ФА32ЛБА. И тут есть еще и выбор. Значит, самые различные варианты. Ну, вот ФА32 это самый, скажем так, ходовой. Просто нужно выбрать его. Значит, и нажать на кнопочку «Да». И тогда он у вас туда, как говорится, установится. А мы же займемся, значит, установкой программ. А теперь на флешку. Потому что все необходимые программы у нас на флешке присутствуют для того, чтобы на нее записывать операционные системы. Что мы сделаем? Вот, посмотрите. Запускаем IO Creator. Идем в интеграцию. И вот посмотрите, какая интересная вещичка есть. Специальные пакеты. И в них сразу указана сборка Сергея Стрельца. Вот то, что мне, как говорится, она очень нравится. А она тут даже в списке у них есть. Иду в поиск. У меня, значит, на рабочем столе, в папочке. Вот сборочка Сергея Стрельца имеется. Вот я беру ее, вставляю сюда, нажимаю на ОК. И пошла запись. Ну вот, программа заканчивает извлечение и интеграцию образа Сергея Стрельца. Финальное сообщение готово. Значит, мы можем сразу побежать в главную. Посмотреть редактор меню. Видим, что в меню он присутствует. Дальше, значит, всегда вот еще раз. Вам хочу подчеркнуть. Вот смотрите. В рулении разделами. Значит, если у вас вот не стоит здесь буковка А, активная, или вы не можете, допустим, это звук, если она не обесвеченная, нажать активировать. Если нет, то вот ищите способы такие, как там через парагон. Значит, ну как сделать диск основным и активным. Вот. А теперь, что я сделаю. Вот у меня есть программка. Я называю ее для проверки на вскидку. РМТшка. Значит, я без перезагрузки компьютера тестирую, значит, на ней флешки. Значит, вот так вот выглядит экранчик. Это вот их традиционная картинка. И вот появляется загрузочка. Вот Сергея Стрельца. Нажимаете на него. Ну, я скажу так, что если, как говорится, появляется картинка с меню загрузки, то это уже практически говорит о том, что оно все работает. На этой программе я никогда не стараюсь полностью загружать изообразы и так далее, потому что отнимает очень много времени. Там полчаса можно прождать, пока загрузится изообраз. Здесь вот выбираете образ Сергея Стрельца. И смотрите, значит, там выбираете там свои варианты. Тут их много. И на 32-битный компьютер, и на 64-битный. И загрузочные его там для восьмерки. Значит, и даже есть там что-то такое, там для семерки, по-моему, что-то такое есть. И еще тут есть несколько программ из ДОСа. Вот. Значит, ну, а у нас задача, как говорится, простая. Мы продолжим, скажем так, дальнейшую установку программ по списку. Значит, по списку у нас будет следующее. Вот, запускаем Креэтер. И опять идем в раздел Интеграция. В Интеграции я, допустим, выберу пункт, например, мне надо парочку утилит ДОСовских добавить. Групп 2 диск. Да даже одну. Вот я ее выбираю. Вот. Супер групп 2 диск там ды-ды-ды-ды-нь на 19 мегабайт. Открыть. Нажимаю на ОК. Соглашаюсь с названием. И, как говорится, вперед из песней. Значит, записано. Теперь, значит, я хочу сделать Windows. Хочу выбрать и сделать установочную десяточку. Вот у меня и образ здесь хранится. Это, значит, сборка от Монкруса русско-английская. Там тоже очень большой выбор самых различных сборок. И 32-битных, и 64-битных. Там, ну, самые разные. Я обычно выбираю профессиональную 64-битную и ставлю ее. А здесь, значит, вот мы так вот делаем. Нажимаем на ОК. Соглашаемся с названием. Но опять-таки ждем. Пока суть до дела, значит, расскажу, как это все произошло. Значит, вот три дня назад, сегодня 1 октября, отсчитывайте. У меня был диалог с Крич Александром, значит, по поводу создания мультизагрузочных флешек. И тут, значит, в диалог включился Майк. И так это сказал, что вот, ничего там не надо делать. Есть такая бесплатная утилита Айя Бут. Которая с легкостью и без лишних танцев с бубном сделает любую универсальную флешку с любыми операционными системами. И со сборками стрельца, и там, антивирусными утилитами, и так далее. Ну, сообщение было воспринято. Я, значит, Майку благодарен. Действительно, утилитка оказалась вполне приличная. По крайней мере, то, что Юми делать не может, она справляется с легкостью. Есть тут тоже там свои некоторые нюансы. О них я уже вот рассказал, на что надо обращать внимание. Обязательно, чтобы был раздел активирован. Иначе там, что вы на него не вставляете, ничего у вас там не получится. Вот. Не будет флешка стартовать. Значит, вот такая вот предыстория. Поэтому, значит, Майку выражаю благодарность от себя, но и от пользователей, которые воспользуются его советом, значит, за такую вот хорошую программу Гулино. Потому что, к сожалению, значит, на Линуксе программа Multisystem, она, значит, Windows-овские сборки вообще не воспринимает. И Windows последнюю, по-моему, десятку тоже не ставит. Да, и не все Линуксы, особенно сборки, созданные программой SystemBug, воспринимает. К сожалению. Вот. Ну, тем не менее, значит, вот можно, так сказать, когда есть такая уж большая потребность, сделать себе, значит, одну там, скажем, ремонтную флешку на все случаи жизни. Ну, можно это сделать, как говорится, и на Винде. Ничего дурного я в этом, как говорится, не вижу. Так что, еще раз, значит, Майк, спасибо. Ну, и, естественно, спасибо Александру Клещу за то, что он поделился своими знаниями. Очень много, что он это самое рассказал, там, показал. Вот. Ну, по крайней мере, вот, такая вот была предыстория. Предыстория. Итак, создание закончено. Теперь, значит, запишем... Ах, поторопился. И запишем теперь Linux Mint. Вот, идем в интеграцию. Выбираем пакет Linux. Здесь выбираем. Может, можно поставить автоматически определять, но я уж, как говорится, поставлю Linux Mint здесь. Вот. И выберу, значит, свою сборочку, созданную программой SystemBug. Она большая, 3.8. Но, как говорится, зато там весь, как говорится, необходимый мне набор моих программ есть. И нажимаю на ОК. И вот, первым делом спрашивают, какую кладовочку сделать? Я выбираю самую большую, 4 гигабайта. У меня места, как говорится, достаточно. Соглашаюсь вот с этим названием. И, как говорится, вперед и с песней ждем окончания интеграции. И затем все это дело будем проверять на RMP-шке. Ну, а потом я перезагружусь еще раз, перепроверю. Но смею вас уверить, что уж, если на RMP-шке работает, то, как правило, работает и сплешки. Итак, установка Linux Mint Cynomon 18.2. Сборки, сделанные на SystemBug, закончена. Практически, значит, я вот это дело сейчас закрываю. Ну, пойдем на RMP-шку, посмотрим, что у нас тут имеется. Ну, вот имеется сборочка стрельца. Имеется, значит, установка десятки. Имеется установка утилитки поисковика операционных систем и сборочки Linux Mint Cynomon. Значит, ну, десятка тут вот. Стало нормально. Вот, видите, выбираете там, что там вам нужно. Начинается, значит, загрузка. И вставите чистую десятку там на русском или на английском языках к себе на жесткий диск компьютера. Вот таким вот образом. Значит, вот, к примеру, еще один маленький нюансик. Значит, мне, допустим, не очень понравилась картинка на меню входа. Вот иду я в настройки. Иду вот сюда. У меня тут где-то в загрузках. Ну, вот. Очень такой симпатичный образ Ливерпуля, допустим, где я живу. Ну, по опыту я знаю, что лучшие, как говорится, окна загрузки это, скажем так, однотонные, без рисунков и не раздражающие внимания. Вот я вставлю вот такое окошечко. Даю применить. И проверяем на рампешке, как все это дело будет выглядеть. Картинку можете вставить любую по своему вкусу. На что, как говорится, ваша фантазия сработает. Здесь, видите, ну, как-то для меня лично все ясно и понятно. Во-первых, все хорошо видно. Вот. И так же все это работает и нормально работает. Вот появляется загрузочное меню Минта. Там нажимаете на него, нажимаете там на бутлив. И там пошла установка и прочее. То есть, вот запомните, я на рампешке, я никогда не жду окончательной загрузки. Там образы и так далее. Очень много может занять времени. Это, скажем, для ориентировки на вскидку. Как там, что оно работает. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Значит, теперь, значит, что мы будем делать. Значит, в следующей части видеоурока я заранее уже это сделал. Значит, расскажу, как сделать слепок с этой флешки. Создать из нее изообраз. И, значит, этот изообраз можно хранить там на внешнем узорском виске. Да где вам нравится. А сейчас я, значит, перезагружусь. И в режиме реального времени мы попроверяем нашу флешечку. Итак, я выключаю компьютер. Ну, перезагружаться он будет долго. Так что подождем немного. А нет, уже перезагрузился. Ну, давайте посмотрим. Вот появилась менюшка. Вот, показываю вам ее поподробнее. Ну, вот, можем пойти по порядку. Значит, вот наводим на сборку Сергея Стрельца. Нажимаем и выбираем, значит, необходимую, допустим. Ну, у меня вот работает хорошо вот это. Значит, ну, смею вас верить, что сборка грузится. Ну, ладно, нажмем Enter. Не хотел напрягать. Вот, пошла, значит, загрузка образа. Итак, как видите, образ загрузился. Что и требовалось доказать. Ну, смею вас уверить, что сборочка работает, как и полагается. Как и было заявлено. Значит, ну, а мы тем временем... Просто завершим работу. Перезагружусь снова. Значит, следующий по списку у нас идет установка десятки. Вот, нажимаем на установку десятки. Винды. Ну, и предложение установить винду там на русском или на английском языках. Что и требовалось доказать. Пойдем дальше. Следующим пунктом меню у нас является... Ну, давайте я подключу Linux. Покажу. Вот так Linux. Вот так вот видно в меню загрузки. Нажимаем. И пошла загрузка Linux. Показываю. Сделано, так сказать, реально. Не на виртуальной машине, как говорится, а вживую. Вот это можете всегда, как говорится, там, повторить. Так что вот программка для записи мультизагрузочных флешек, IE-BOOT, очень, как говорится, и очень приличная программка, которая действительно позволяет на флешку записывать различные операционные системы, что практически пользователям и нужно. Вот. Ну, здесь, значит, все понятно. Все работает. Я просто сейчас перезагружусь. И проверим последние поисковички операционных систем. Поисковичок у меня только один я поставил, но он такой хитренький. Он цепляет и BIOS, и UEFI. Не стал я ставить два, хотя можно там их хоть три поставить. Вот, нажимаете. Можете выбрать язык. Вот, пожалуйста. Посмотрите. Ну, у меня здесь я его не обновлял. Тут русского языка нет. А в другой сборочке у меня он был. Ну, ладно, не столь важно. Значит. А, нет, вот есть русский. Ну, вот. И поищем, что у нас есть на жестком диске. И он откинет, как правило, длиннющий-длиннющий список. Чего есть. Тут бегать ползунком замучаетесь. Поэтому я нажимаю в самый конец, END. И вот только здесь уже беру и выбираю, там, с чего мне загрузиться. Или вот смент Цинамона загрузиться. Значит, или там свинды. Ну, все понятно. Список большой получился и длинный. Ну, цепляет он, как говорится, все, что только можно. Теперь, значит, я перейду как раз на свой жесткий диск на Цинамон. И на нем уже, значит, покажу вам, как, значит, программой для копирования флешек я себе сделаю резервную копию вот этой созданной мной флешки. Потому что в любой момент я потом могу флешку отформатировать, там что-то другое на нее поставить, пробовать, тестировать. А потом обратно взять с этого образа и легонечко восстановиться, просто используя стандартные Linux-овские программы для записи образов. Ну, вот я нажимаю единичку. Enter. Ну, и перейду дальше уже на сам Linux. Образ или снимок с флешки. И хранить его там на другом разделе жесткого диска, там на внешнем жестком диске, да где угодно. Значит, вот такая вот есть команда. Я люблю наблюдать по этому заходам процесса. А предыдущие команды, if, off, они этого не дают. И сидишь, и тупо ждешь. Поэтому ставится прогресс-бар. Вот все это дело выглядит таким образом. У меня он установлен. Просто покажу. Вот эту команду заведете. Заведете свой пароль. Ну, вот практически прогресс-бар, значит, установлен. Теперь флешку я определил. У меня она на разделе SDD. Вот я здесь указал, что сделать снимок с флешки SDD. Значит, ну и все это она нам скопирует в корень. Значит, вот я так флешечку обозвал. Нажимаем Enter. Вот, забыл поставить утечку, и сразу же видите как. Вот теперь все пойдет. Как видим, идет прогресс-бар. И сообщение, что на создание этого образа, слепка с флешки, идет около 19 минут. Ну, подождем. Итак, установка закончилась. И теперь практически у меня имеется образ слепок, который я сделал с флешки. И я могу его хранить где угодно. Значит, вот сейчас, в данный момент, у меня он находится... Давайте посмотрим. В корне, вот он он, в хоум-юзер, вот он он. Значит, занимает 31 гигабайт в среднем. Значит, ну я его, допустим, могу взять, скопировать и поместить в любое место, как говорится, по своему желанию. Вот таким вот образом. Значит, иногда бывает ситуация, что, допустим, нет лишней флешки. Но у вас есть с нее слепок, вы ее можете отформатировать, делать с ней что угодно. А затем, когда вновь возникнет надобность возникновения этой вашей флешки, вы всегда ее можете восстановить. Ну, а записать образ на флешку, пожалуйста, допустим, в Linux Mincinamon, вот, выделили, создали загрузочного накопителя. Как говорится, выбрали флешку, нажали на записать, вперед и с песней. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Желаю вам всего доброго, всяческих успехов и удачи. И до новых встреч. Ну, и финальная проверка нашего ISO-образа, слепочка, который мы сделали с флешки, выглядит таким образом. Вот флешка. 30 гигабайт. Ну, я помечу ее вот так. И мы ее отформатируем. Ну, а теперь запишем на нее наш образ, который мы сделали. Я посвежее образ сделал. Так. Вот, 30 гигабайт. И запишем этот образ на флешку. Ну, вот, программа заканчивает запись на флешку. Честно скажу, запись шла долго. Я время не засекал, но долго. Ну, образ большой. Все-таки 28 гигабайт общий объем флешки. И где-то 14 гигабайт было занято под образ. Так что, вот таким вот образом. Ну, ладно. Теперь я, значит, проверю флешку и сообщу вам о результатах. Итак, я проверил флешку по всем пунктам. Все работает, все нормально. Поэтому, значит, прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. И до новых встреч. Советую каждый раз вам поступать так же. Мало создать образ, но нужно затем его еще раз записать на флешку и проверить, работает она или нет. Ну, ладно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok